почему нагибатор потому что этот аппарат по соотношению цены и его возможностей легко нагибает подавляющее большинство смартфонов для этого у него есть все мощный процессор хороший графический чип и соответственно высокая производительность играх классная камера и емкая батарея при этом купить его можно за 150 долларов и даже дешевле а если применить кэшбэк то цена становится еще более привлекательной ссылки на лучшие сервисы кэшбэка есть в описании под видео конечно coolchanger 1c не безупречен и к нему можно придираться но по совокупности он все равно крут все подробности далее в обзоре и если есть возможность надевайте наушники как обычно фоне звучит классный качающий трек и так перед нами продукт от двух известных китайских брендов ле-эко и клуб от и об этом красноречиво говорит надпись ле-эко инсайт в переводе ле-эко внутри на тыльной стороне корпуса наверное многие из вас знают что компания ле-эко является крупнейшим держателем акции компании клуб от то есть это два родственных бренда нужно сказать что coolchanger 1c не первый плод сотрудничества данных брендов еще в августе прошлого года в продажу вышел cool 1 со спаренной камерой но так получилось что его у меня на обзоре к сожалению не было так вот версия cool 1c отличается от обычного cool 1 тем что имеет обычную одиночную камеру не имеет раздражающих многих пользователей широченных черных рамок по периметру экрана а также здесь более скромный ценник процессор камера батарея и все остальное одинаковы если младшая версия cool 1 на момент публикации этого обзора продается в китае в среднем за 160 баксов то cool 1c можно взять за 150 ссылки где купить обе модели оставлю в описании под видео а сейчас самое время показать вам комплект поставки фирменной весьма прочной коробке помимо смартфона вы найдете кабель юсб тайп си ключик для открытия лотка блок зарядного устройства на 2 ампера и так как зарядка китайского образца продавцы добавляют посылку европереходник в моем случае в коробке было также защитное стекло на дисплей но я не уверен входит ли она в официальную комплектацию или это бонус от продавца я знаю что многих пользователей отталкивает дизайн смартфонов ли эко многим не нравятся выпирающий и крупный объектив основной камеры но больше всего жалоб на широкие черные рамки по периметру дисплея cool 1c не страдает этими болячками дизайн у него нейтральный но при этом вполне современный окантовка экрана белая черные рамочки есть но очень очень узкие вот так выглядит морда cool 1c в сравнении с мордой предшественника cool 1 цветовой вариант один единственный это белый фронт и серебристый тыл торцы металлические на правом торце кнопки питания и громкости на левой грани находится лоток для двух наносим карт поддержки карт памяти здесь нет можно рассчитывать только на накопитель емкостью 32 гигабайта и для некоторых пользователей которые привыкли загружать память сериалами увесистыми играми и прочим контентом это будет минусом в отличие от чистокровных смартфонов ли эко cool 1c имеет стандартный аудио джек три с половиной миллиметра находится он на верхнем торце и здесь же мы видим инфракрасный порт который позволяет заюзать смартфон в качестве универсального пульта управления любой бытовой техникой для этого предустановлено специальное приложение по центру нижнего торца расположен универсальный разъем юсб тайп си слева от которого находится перфорация разговорного микрофона а справа перфорация внешнего динамика под дисплеем три сенсорные кнопки с мягкой белой подсветкой над экраном слуховой динамик слева от которого зона датчиков а справа объектив фронталки и многоцветный индикатор событий на тыльной стороне имеем металлическую панель в верхней части которой находится объектив основной камеры двухцветная вспышка и сканер отпечатков зеркальной поверхностью сверху и снизу пластиковые вставки для приема сигналов встроенными антеннами на верхней вставочке имеется отверстие дополнительного микрофона для шумоподавления претензий к качеству сборки предъявить не могу и как обычно расскажу о размерах длина смартфона 152 миллиметра ширина 75 толщина корпуса 8 миллиметров а вес его равен 173 грамма я не видел ни одного смартфона от lego в котором бы стоял плохой или даже средненький по качеству экран в этом отношении у них всегда порядок и cool changer 1c не стал исключением имеем контрастный четкий дисплей с насыщенными цветами диагональ пять с половиной дюйма разрешение full hd технология от gs без воздуха под стеклом мультитач на 10 одновременных касаний а все это дело защищено стеклом gorilla с олеофобным покрытием углы обзора такие что больше в принципе и не нужно с диапазоном настройки яркости также все неплохо минимальная яркость хоть и не тушит экран полностью но является комфортной для использования в темноте максимальный запас яркости я на солнце не проверял потому что нормального солнца нет нифига когда уже весна но я и так вижу что запас хороший и летом на улице экран наверняка останется читаемым один из главных козы реку 1c это его аппаратная часть за весьма скромные деньги мы получаем мощный восьмиядерный процессор snapdragon 652 который включает себя четыре энергоэффективных ядра cortex а 53 с максимальной частотой 1 и 4 гигагерца и 4 более производительных ядра cortex а 72 работающих на частоте до 1 и 8 гигагерца графику обрабатывает прекрасно себя зарекомендовавший ускоритель adreno 510 оперативной памяти 3 гигабайта накопитель как я уже говорил на 32 из которых доступно для использования 23 других модификаций не предусмотрено так что если этот объем памяти вас не устраивает можете присмотреться к обычному cool 1 который имеет версию с накопителем на 64 гигабайта в различных бенчмарках смартфон определяется как cool pad c107 дефис 9 но это так для общей информации в antutu cool 1c набирает порядка 83 тысяч баллов в гиг бенч 4 имеем около полутора тысяч очков в одноядерном режиме и почти 3000 при многоядерном тестировании epic citadel установить не получилось постоянно выскакивала ошибка возможно дело в кастомной прошивке потому что в свое время я аналогично не мог установить данный бенчмарк на ли эко лепро 3 который также работал на кастами и так ли эко cool changer 1c можно смело назвать доступным игровым смартфоном если рассматривать эту модель исходя из сочетания цена производительность то альтернатив у него очень мало но конкурентах я расскажу в финальной части обзора cool 1c позволяет запускать практически любые игры не ограничивая вас в плане настроек графики в качестве игрового бенчмарка как всегда я использовал танки так вот на максималках fps остается вполне играбельным и держится на большинстве локаций в пределах 40 50 кадров в секунду на лысых картах вообще фпс ближе к максимальным значениям но встречаются локации на которых частота кадров периодически проседает до 20 30 кадров в секунду ненадолго но бывает если же в настройках графики отключить тени или же текстуры hd то вы получите абсолютно комфортный fps на максимальной графике на любых локациях троттлинг если и есть то не критичный по крайней мере после часового тестирования танков я заметил лишь легкое проседание частоты кадров которые не испортила играбельность под нагрузками процессор конечно греется но не раскаляется повторюсь для любителей мобильных игр которые не могут себе позволить купить флагманское устройство этот смартфон просто находка но с повседневными задачами железо тем более справляется легко и непринужденно работает смарт под управлением интерфейса и юай это фирменная оболочка от ли и к версии android 6.0.1 модель новая поэтому с программной частью здесь есть мелкие нюансы в данный момент смартфоны из китая приезжают с кастомными прошивками которые не могут обновляться по воздуху и не на сто процентов русифицированы особых проблем это не доставляет так как уровень русификации приличный и достигает примерно 70 80 процентов основные настройки на русском но те немногие пункты которые отображаются на английском будут понятны любому современному пользователю вообще не вижу в этом никакой проблемы каких-то серьезных косяков прошивки я не увидел все что мне требовалось работала без проблем уведомления звонки смс к интернет работа с приложениями все четко свое время обычный cool 1 также сперва продавался на подобной прошивке но позже для него вышла официальная индийская прошивка с полной мультиязычностью и с минимумом китайских сервисов на этой прошивке китайчина есть но опять же немного например музыкальном плеере но никто вам не мешает установить другой плеер предустановленного китайского стороннего софта нет вообще сервисы google и play market есть пользоваться можно без проблем об особенностях самой оболочки рассказывать не буду по большому счету тут все то же самое что и в других интерфейсах напомню лишь что здесь нет привычной шторки для быстрого доступа который опускается свайпом сверху для открытия аналога этой шторки тут необходимо нажать левую сенсорную кнопку ну а в прочих нюансах сами разберетесь ничего там сверхъестественного нет смотрим на камеры основная получила 13 мегапиксельный сенсор sony imx 258 и оптику с числом апертуры f20 среди отзывов на просторах интернета вы можете найти и негатив о камере cool 1 и cool 1 си но я вам так скажу фуфло все это камера для этой цены отличная они довольны и будут всегда и в сторону камер любого смартфона можно найти негатив в интернете но бывают не совсем адекватные люди которые купив недорогой смартфон видят что он фотографирует не так как его зеркалка или как айфон 7 и начинают ныть мол камера плохая вот только почему-то они очень быстро забывают что заплатили за смарт 67 раз меньше чем стоит тот же iphone 7 в интерфейсе камеры сохранился режим slr это наследие от cool 1 и данный режим предназначен для спаренной камеры а здесь он по сути бесполезен сама система спаренных камер это баловство и чистый маркетинг и я это повторяю в каждом обзоре смартфона с такими камерами также предусмотрен классный pro режим которым вы можете вручную настраивать айс о баланс белого экспозицию выдержку фокус и другие параметры съемки фотографии получаются четкие и приятные глазу естественно лучшие результаты камера показывает при хорошем освещении это логично но даже при недостатке света можно что-то заснять естественно будет цифровой шум но я не могу сказать что при плохом свете камера снимает из рук вон плохо нормально она снимает а при недостаточном освещении шумят даже полноценные цифровые фотоаппараты и это в порядке вещей так что в качестве мобильного фотоаппарата который всегда в кармане cool 1c показывает себя очень даже неплохо автофокус работает достаточно быстро единственное чего не хватает это системы стабилизации но опять же вспоминаем о цене смартфона и закатываем губу обратно двухцветная вспышка освещает кадр правильно для съемки в темноте и вполне можно задействовать если сравнивать камеру cool 1c с камерами его ближайших конкурентов из семейства redmi и redmi note от сяоми то фото возможности cool 1c определенно лучше утверждаю это как пользователь redmi 4 pro дамы не быть голословным давайте проведем мини-баттл между камерами cool 1c и redmi 4 pro в условиях недостаточного освещения эта пара снимков сделана в помещении освещенном одной тусклой 40 ватной лампой накаливания то есть условия не из лучших смотрим кропы и видим что камера cool 1c меньше шумит и сохраняет больше деталей это видно и по затененным участкам да и в целом разница заметна фронтальная камера 8 мегапиксельная и она мне тоже понравилась у нее широкий угол захвата да и сами фотки получаются четкими видео фронталка может снимать в разрешении full hd основная камера умеет снимать видео в качестве 4к со скоростью 30 кадров в секунду в режиме full hd скорость съемки также равна 30 кадров в секунду качество видеосъемки не идеальное заметен легкий цифровой шум и не хватает стабилизации изображения но в целом опять же если сравнивать с конкурентами то видео очень даже неплохое проверяем работу автофокуса в режиме видеосъемки автофокус работает где скачать исходники узнаете из текстового описания этого обзора также имеется режим замедленной видеосъемки с частотой 120 кадров в секунду но только в разрешении 720p со связью все тип-топ слышимость при разговорах отличная кому важно родная звонилка с русифицированным номеронабирателем сети 4g насколько я понял поддерживаются на бендах 1 3 5 7 и 8 а также есть поддержка band 38 которая актуальна в москве и области band 20 судя по всему не поддерживается как обычно чипсет от snapdragon показал прекрасные результаты в тесте gps навигатор из этого смартфона будет хороший поддержка подключение от и джи есть и это хорошо ввиду отсутствия поддержки карт памяти набор сенсоров богатый акселерометр датчики света и приближения магнитный сенсор датчик холла а наличие гироскопа дает возможность использовать смартфон с очками вир а вот fm радио отсутствует по крайней мере на этой прошивке его нет сканер отпечатков пальцев шустрый и точный также сканер можно задействовать в качестве кнопки спуска затвора камеры звучание в наушниках мне как обычному пользователю с самыми обычными ушами понравилось хватает и громкости и качество полностью устроила а вот внешний динамик не самая сильная сторона смартфона кул один си звук самый обычный на уровне большинства бюджетников для рингтонов в принципе динамика хватает но в тех же смартфонах сяом не звучание однозначно поприятнее емкость батареи 4060 миллиампер часов это просто отлично такой аккумулятор позволяет смартфону сохранять баланс производительности и автономности активные пользователи и мобильные геймеры останутся довольны в режиме воспроизведения видео на youtube батарея теряет примерно 9 процентов в час при средней яркости экрана в режиме онлайн игр разряд также скромный примерно 14 процентов в час тестировал в танках чего не хватает так это быстрой зарядки которой тут нет родной адаптер заряжает смартфон за 3 часа 10 минут с нуля до ста процентов и так я не зря назвал cool changer один си смартфоном нагибатором он реально способен нагнуть любой аппарат с таким же ценником на протяжении долгого времени в этом ценовом диапазоне безальтернативным в плане сочетания цены и производительности считался redmi note 3 pro это был просто король в своем роде смартфоны cool 1 и cool 1c как раз таки и стали такой альтернативой при этом cool 1c стоит даже дешевле чем prime версия redmi note 3 pro на 32 гигабайта кроме того cool 1c показывает чуть лучше производительность за счет двух дополнительных ядер да и камера в cool 1c определенно лучше чем redmi note 3 pro но хит от сяоми наделен комбинированным слотом в котором можно разместить карту памяти и это пожалуй его единственный козырь против cool 1c еще одна альтернатива ли эко лет 2 x 520 он имеет аналогичное железо также вкусный ценник но проигрывает нашему герою в плане автономности ну и все других альтернатив аналогичной аппаратной частью я на горизонте и не вижу остальные бренды за такое же железо лупят гораздо большие ценники я уж не говорю об а брендах тот же samsung умудряется продавать даже за чуть больше деньги такое унылое говнецо как galaxy j 3 на допотопном железе именно поэтому все больше людей смотрит сторону китая где бренды не такие зажравшиеся и можно купить действительно мощный смарт за вменяемые деньги в данном случае заплатив в районе 9000 рублей подписывайтесь на канал ссылочка есть правой части экрана заглядывайте в группу вконтакте ставьте свои лайки или дизлайки если вдруг чем-то не угодил и на этом все пока пока а